Вот видите, это горько, потому что это мое дерево в чужом саду. Стоило взять пилу, дерева больше нет. Конечно, яблочки мелкие, это же пипин, но так мелко, 57 грамм, но зато 30-40 грамм, все, нету дерева, нету. Так, вот это серьезный разговор, начинать его, наверное, не стоит. Дело в том, что я сделаю так, я сейчас делаю так, чтобы вы могли прочитать, намотать на ус. Вот, серьезный разговор, потому что наше по сравнению с этими самыми зарубежными специалистами, которые умеют спасать сады, Такое впечатление, что наши все еще в песочнице сидят. Это я увеличил этот самый текст, шрифт. Вот, песочнице сидят. Еще раз, кому надо, потому что это страшнейшая болезнь, которая пришла в Россию. Вот, иногда даже думаю, продолжать говорить не режьте, пусть будут сладкие, полудикие, яблоки дичают, яблоки дичают, все это есть, все правильно. Вот, это все верно, это горько, вот то, что здесь написано, это горько. В то же время стоит только взять, омолодите, а он вообще помирает. Вот и выбирайте. И мне теперь, как говорится, не трожьте, не режьте. А он уже яблочки вот такие вот, так все уже, это самое, нашли кого слухать, железо, режьте. Вот. Стоит только ослабить дерево, все. Все. Сами читайте. Видите? Клициды на свои меди предоставлены, все перестали работать. Какие сейчас, как у Поросмени, все, ребят, дорезали все, у меня злоба берет. Ненавижу все это самое, ведь за каждым, с такой статьей, это, вроде толковая, но там обязательно схема, как отрезать половину веток. После этого, ура, сотни нашлось, тысячи этих, открыли новые эти самые, к один, к одному. Режьте, 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 только чтобы в нем боевики ставили эти самые, лайки. Ведь уничтожили вишневые сады, взяли заявленную. Сейчас осталось 4 минуты, да? Сейчас я заканчиваю смотреть. Калоиды и серебро найдете его у нас. Польские сады спасли, вот и кормят белорусов и нас, этими, яблоками. Вот, так вот. Что вы оттуда привезете? У меня к вам просьба. Лена Александровна, привозите свои рассказы. Если не такие, чтобы вас потом сразу послали куда-нибудь. Вот. Потому что, чтобы не обидно для тех, кто будет вас учить. Мы вас, если даже, получается так, если мы вашу дорогу оплатим, да? Если кто-то еще деньги пришел. Будем сказать, это мы вас посылаем учить Москву. Мы, это у нас форпост самый, у нас самые лучшие сады. Не в Москве. Им даже немыслимо такое, что у нас есть. Но надо повести себя так, чтобы, конечно, побольше информации, побольше. Фотографировать все подряд с утра до вечера. Напоследок, 3 минуты осталось. А вот это мне прислали. Это не я, я ни при чем. Вы представляете, я вижу дерево, да? Немножко корней. Совсем немножко. Долбанных штамп без веток, без боковых. Листья. Это когда же они садят-то, ел? Это же МГУ. Это же не мы придумали. Это все с сайта. Это с фильма. С листьями. Он же умрет с 99% или 1% инвалида. Растите, куда он? Еще яблони. Ну, садили его дикорос. Ухо нежелучее, как за жизнь цепляется. Ну, что, с сала посходили? Где ваш холм? Штамп искусственный. Ну, с листьями. Посреди лета. Я что написал? И вот это вот дерево дикорос, да? Их выпилили в моем двору все. Вот. Когда я с кулаками накинулся. Вы знаете, я рассказывал, что был скандал. Я телевидение. Настучал, пригласил телевидение. Я железом, стукачем стал. Я пригласил и говорю, вы посмотрите, что делается. Сняли все. Эту. Ну, не дало. Но дало только мне повод лишний раз поговорить. Что если садятся вот эти, так называемые, длинномеры. Это урод. Вот. Они с первой секунды начинают гнить изнутри. У них никакого не хватает этого. Не просто же здесь немножечко это, как бывает. Абсолютно здоровое дерево внешне. Ни одной или больной веточки. Ничего. Почему оно внутри такое? И когда я набросился на эту самую, которую там командовала. Аджека. Что она мне сказала? Это профилактика. Завтра упадут на голову. То есть она знала прекрасно, что это гнилое дерево. Хотя внешне здоровое. Ну, это уже я даже, вот смотрите, ненавижу садистов. Комментировать не буду. Все. Мы два часа истекли. Шахаризада прекратила дозволенные вещи. Я опять с шашкой бахал. Я опять кричал. Я не могу иначе. Увольняйте или сами уходите. С этих вебинаров. Все. Теперь мы с вами делаем следующее. Мне нужно пять минут. Я переправляю вас в раздел, который называется... Который называется... Который называется... Вопросы и ответы. Пишите. Еще целый час будем с вами беседовать. Продолжение следует...